Благословен ты, Господь, Бог, Царь Вселенной, Который даровал нам этот Шаббат, Даровал нам Слово Твое. Мы просим о том, чтобы Ты, Господь, напитал нас, Как Ты питаешь нас хлебом, Чтобы Ты напитал нас и научил нас, Да будем мы научены Тобою. Во имя Ишуа, Мессии. Аминь. Аминь. Сегодня то Слово, которое Господь положил мне на сердце, Вы знаете, достаточно длинный период времени я размышлял о нем, и я понимаю, что очень важно будет сегодня поговорить о том, что будет. Итак, вопросы, которых мы коснемся, являются как бы фундаментальными вопросами нашей веры. И даже если мы немножко в них разобрались, периодически нужно обновляться в том, в чем мы разобрались. Во многих из них существует путаница, и часто мы что-то говорим, подразумеваем одно, делаем другое, третий выводы, какая-то, ну, иногда вот случается. Поэтому нужно приводить себя в порядок и в ясность. Итак, мы сегодня с вами поговорим о трех вещах, друзья. Если вы записываете, можете записать. Мы поговорим с вами сегодня об оправдании, мы поговорим о праведности, и мы поговорим о святости. Вы знаете эти слова? Да, нормально, правда? А вы знаете и разницу между этими словами? Когда мы приходим на молитвенное служение, эти слова очень часто звучат. Оправдание, праведность и святость. Мы называем праведными многие вещи. Мы называем себя, мы называем Бога, мы называем общину и так далее. Мы называем святыми или не называем. Ну, вот иногда происходит определенная путаница. Итак, что мы с вами знаем? Мы знаем, что мы с вами люди, верующие в Бога. Правда, большинство из тех, кто присутствует сегодня здесь в этом зале, люди уверовавшие в то, что Бог существует, что Бог принимает участие в нашей жизни. И он что сделал? Что он сделал с нами? Он взял те грехи, которые были у нас, и он оправдал нас. На что это похоже? Очень яркий такой пример, это когда мы представляем, например, человека, который взял большой кредит. Сейчас вот многие люди, которые имеют кредиты, переживают этот кризис, они страдают очень сильно. Представьте, что вы когда-то по глупости, просто не рассчитав, взяли большой кредит. Настолько большой, что вы не способны заработать, чтобы платить за него. То есть это безнадежное дело. И вас вызывают на суд. Вас вызывают, и вы понимаете, что вам не отвертеться, и даже если вы продадите все свое имение, даже ваши родственники, бабушки, все продадут все квартиры, которые где-то у вас есть, там дома какие-то в селах, участки каких-то земель. Неважно, не хватит. Просто не хватит. Вы приходите на этот суд, и вы понимаете, что вот сейчас должен быть приговор, и вы узнаете о том, что кто-то заплатил за вас. Все. Ты оправдан. То есть было судебное дело, был прецедент, была вина человека, но оправдан. То есть ты понимаешь, что ты встаешь и говоришь, что я могу идти? Тебе говорят, да, ты можешь идти. Ты можешь идти. А как же, а вот тот человек, он все заплатил за тебя. В этом суть оправдания от Бога. В этом суть оправдания от Бога. Я говорю для тех, кто, возможно, первый раз сегодня пришел. Бог оправдывает человека, который обращается к нему. То есть есть определенный долг, но он покрывается. через то действие, которое произвел Ешуа. И видели такие картинки, если вы посмотрите на календари христианские, вот на раскладки у нас, там, я думаю, есть подобный календарь, я не проверял, но я уверен, что есть. Когда Иисус, он как бы выводит узника из темницы. Видели такое, да? То есть и он такой перепуганный, не знает, как ему жить вообще, что с этим делать и куда идти. Но он выводит его. И это очень правильный библейский образ. И 1 Коринфянам 6 глава 9-11 стих говорит, «Или не знаете, что неправедные царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии». Малакии – такое слово странное. Кто-то знает, что оно значит? Нет? Я вам скажу. Это пассивные гомосексуалисты. Это просто у нас такое слово хитрое, но на самом деле речь идет вот именно о них. То есть написано, что они царства Божьего не наследуют. Это на всякий случай, если кто-то думал, что наследуют, так нет, не получится. Итак, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Хищники – это знаете кто? Паразиты? Воришки? Нет. Хищники – это работорговцы, друзья. Ну, вот оказывается, да? Если вы посмотрите просто разные переводы, это такой у нас сильно дальний перевод. Иногда он дает слова, которыми мы уже не пользуемся, но лет пятьсот назад ими пользовались. То есть они похищают людей и продают их, понимаете, да? Хищники – тот, кто, ну, как бы набрасывается, и нету человека, и увезли в далекую Америку или куда-то там, куда возили этих несчастных людей. Итак, царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас. Павел говорит, Коринфиан говорит, такие были некоторые из вас, «но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть произошло омовение, произошло прощение. Вы были вот такими людьми. Ваши поступки, они не были достойны чего-то такого хорошего. Вы не могли войти в Царство Небесное, быть частью этого Царства. Нужно, чтобы в вашем сердце произошли изменения. И здесь написано, что вы осветились, омылись, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Омылись именем. Заметьте, да? Что это значит? Это вот то и значит, как я говорил с самого начала. Тебе говорят, ты должен, но во имя того человека тебя отпускают. отпускают, он все сделал вот за тебя. В принципе, с тебя нужно было спросить. Ты должен был заплатить, мы знаем, что ты не можешь, но вот тот человек все сделал. Итак, прошлое остается в прошлом. И таким образом, таким образом, друзья, когда мы говорим о оправдании, мы понимаем, что это то действие, которое произошло благодаря Господу, когда Он делает человека праведным. То есть в момент оправдания мы с вами получаем праведность. Праведность. Вот просто где-то для себя отметьте, если вы путались, во время того, как вы помолились молитвой, покаяния, когда вы обратились к Господу, произошло оправдание, вы стали праведным человеком. Не обязательно, вы знаете, что-то почувствовать в этот момент. Не обязательно, потому что, когда мы смотрим Писание, мы можем увидеть, что это действие разовое, и это действие, оно имеет больше юридическую силу, как вот с судом. То есть был должен, а теперь не должен. Но очень часто что-то мы переживаем внутри нашего сердца. Правда? Вам прощали когда-нибудь долги? Прощали. Ну, многим из нас прощали. Где-то больше, где-то меньше. Но когда долг очень большой, и когда ты осознаешь это, правда, радость, она будет великая. Я знаю, что такие истории бывают, когда люди выплачивают очень большой кредит какой-то, вот просто огромный кредит. Они платили годами, годами, например, за какие-то там земли, квартиры, неважно. И когда вот они выплатили его, они берут последние деньги, которые у них есть, и они идут, например, в ресторан, и они празднуют. Потому что ярмо, которое было очень таким тягостным, оно сброшено, ты выплатил это. И точно так же здесь мы переживаем радость, мы переживаем Божье наполнение, когда мы осознаем глубину этой выплаты. Но я вам хочу сказать, что есть люди, которые очень спокойны, они могут принять это как факт, сказать, окей, спасибо, мне очень приятно. Да? Итак, мы становимся людьми праведными. Это понятие юридическое, но оно не касается наших этических качеств. И в этом есть очень часто проблема. Друзья, ведь человек, которому простили долги, он же не стал сразу хорошим человеком. Правда? И мы иногда с вами сталкиваемся с такими историями, когда кто-то нам что-то должен, и мы его жалеем, и мы прощаем его. Говорим, ладно, хорошо, пускай там я его прощаю, пускай он заберет это себе, пускай ему будет хорошо, и так далее, и так далее. То, что мы его простили, не сделало его хорошим. Правда? Хотя нам иногда очень хочется, чтобы он именно ощутил, именно изменился, именно почувствовал и стал вот там хорошо к людям относиться и так далее. Абсолютно не бывает. То есть, если человек до этого не умел управлять финансами и попал в долги, то он после этого не стал уметь ими управлять. Ему нужно пройти определенное изменение, определенную трансформацию. Итак, в момент рождения свыше человек становится праведным перед Господом. То есть, занимает правильно, правильное юридическое положение относительно Господа. Бог не имеет к нему претензий, но его сердце, оно нуждается в преображении. Его внутренность, она нуждается в том, чтобы стать другой, отличной от прошлого, от того, как вот здесь мы читали Коринфянам, когда-то вы были вот такими людьми, но омылись, осветились, очистились. То есть, произошел после того, как вы приняли Христа, приняли Ишуа, как своего спасителя, произошло определенное действие, определенный процесс, который изменил ваше сердце. Вы уже в своих поступках поступаете по-другому. Итак, праведность юридический аспект, но не этический. И когда мы говорим о том, что мы праведные люди, вы говорите о себе, что вы праведный человек? Вот просто, вот так вот, задайте себе вопрос, я не будем сейчас поднимать руки, но все же, если бы вас кто-то спросил, ты праведный? Что бы вы ответили? Нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божией. И это святая правда. До той поры пока что? Пока вам не простили долги. Праведность Иисуса. Совершенно верно, но я говорю о вас, вот вы верующие люди. Я вас спрашиваю, вы праведный человек? Давайте хорошо проголосуем. Я чувствую, что я, вы сначала думали, что будет все скучно, но я понимаю, друзья, что на самом деле путаницы очень много в этих вещах. Еще раз, возвращаемся. Мне важно, чтобы вы поняли, что говорит Писание на этот счет. Праведный человек, этот человек, который юридически, к которому юридически Господь не имеет никаких претензий. Понимаете это, да? Нам всем были претензии, абсолютно ко всем. Мы, может быть, не делали вещи, которые мы здесь вот перечисляли. Может быть, мы людей не воровали, не были гомосексуалистами или там чего-то там хуже, что здесь описано, хотя что там уже может быть хуже, да? Если так посмотреть. Ну, бывает, конечно, что кто-то гордится этим, но, по-моему, тут надо плакать и каяться. Итак, смотрите, мы были какими-то людьми, которые, вот, они не проходили в Царство Божие. Мы не могли прийти в Царство Божие. Еще раз, мы пришли на суд и нам сказали, виноват. Мы говорим, простите нас, пожалуйста. Они говорят, почему вас должны прощать? Мы говорим, потому что есть один человек, его зовут Ишуа, Мессия. Он ответит за меня и во имя его, я прошу, вот как он, вот во имя его, вот того. И говорят, а, окей, если во имя того, тогда прощаем, можете идти. Вообще? Да, вообще. И что, я могу войти в Царство Божие? Можешь. Улавливаете суть, да? Поэтому, еще раз я вас спрошу, вы праведные люди? Почему вы праведные? Потому что Бог нас сделал таковыми? Не мы, понимаете, да? Мы вот, а вот здесь вот и начинается проблема. Мы говорим, но вы бы знали мою жизнь. Послушайте, Бог знает вашу жизнь. И некоторые ваши соседи и друзья, которые слышат о вас, да, они знают, как вы поступаете, поступки, видят, и люди умные на самом деле, они видят, как мы с вами живем, правда? Как мы разговариваем, как мы реагируем, как мы что-то обещаем или не делаем? Они видят это все и делают свои выводы. И это мешает нам говорить о праведности, праведности Христа, праведности Мессии в нашей жизни. Это мешает нам посмотреть на себя, знаете, вот так немножко подняв голову, прямо расправив плечи, потому что мы смотрим на то, каковым мы являемся сегодня. Мы говорим, я не могу быть праведным. Конечно, не можешь. Сам по себе не можешь. Тебе нужен Христос, тебе нужен Мессия, тебе нужен Иисус. И Он пришел в твою жизнь. Во имя Его вы можете называть себя праведными людьми. То есть, юридический Бог не имеет к вам претензий. Он говорит, у тебя есть виза, царство Божье. Вы знаете, что без визы никак не пропадешь, ну, не попадешь в это царство. А эта виза называется рождение свыше. Эта виза выдается человеку в тот момент, когда он принимает царя этого царства. Он преклоняется перед царем и говорит, поставь мне, поставь мне эту визу на мое сердце, этот знак, эту печать. И он ставит. Вы понимаете, да? Человек, который, ну, мы не достойны этого, но это происходит. И он говорит, окей, мы говорим, у нас новое гражданство. Мы по-прежнему несовершенны, мы по-прежнему нуждаемся в определенных изменениях, но у нас уже другой паспорт. Улавливаете, да? Некоторые люди, которые эмигрируют из страны в страну, например, думают, что приехав в Америку, они станут идеальными, ничего подобного. Если ты был здесь не идеален, ты там делаешь то же самое. Может быть, в большей степени. В большей степени. Потому что это, ну, как бы меняет твое гражданство, но нужно определенное внутреннее изменение. Итак, праведны ли вы? Праведен ли ты? Скажи мне. Аминь. Конечно, друзья, праведны. Будьте смелее в этом. Позвольте этому произойти в вашем сердце. Потому что сатана, он часто запугивает нас с этими моментами. Он нас втаптывает и говорит, слушай, какая праведность, посмотри, как ты себя ведешь. Как можно об этом говорить? Да, я по-разному себя веду, но Христос сделал меня праведным. Итак, видите, оказывается, не все так просто. Праведность. Правильное положение относительно Господа. Без Господа нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены благодати Божией. В Господе мы праведны его праведностью. Мы помним, например, жизнь Давида. Вообще интересный персонаж. Помните, да? У меня большой вопрос к его жизни. Он нарушил практически все десять заповедей. При этом Бог каким-то образом называет его вообще другом своим. Как это вообще возможно? Такое ощущение, что какие-то двойные стандарты. Правда? Дружбы. Типа, он мой друг, но ничего, мы ему простим. А вот тот мой недруг, и получай. И мы знаем, что сердце Давида, оно было очень уникальное. Очень уникальное. Правда? Он хотел строить храм. Он насобирал огромную кучу денег. Вы знаете вообще, где он их насобирал, эти деньги? Он людей убивал. Ну, мы говорим, они были язычниками, да. Ну, мы же верим, что язычники это люди, правда? Он их убивал пачками. В некоторых тысячами, да, в некоторых местах написано, и положил под пилы, и под то, но это имеется в виду, конечно, не смерть, он их заставлял работать. Имеется в виду, что они работали очень тяжело, но поверьте, здоровее от этого они не становились. Много людей погибло настолько, что Бог говорит, я, конечно, уважаю твое желание построить мне храм, ну, слишком уж много ты их убил. Но он не говорит о том, что ай-яй-яй, он говорит, просто сын твой построит храм. Ты молодец, ты все сделал правильно, то есть, ну, как бы, ничего страшного, но вы помните его историю с Саулом, которая была, помните, да? Первое царство, 26 глава 17 стиха, там описывается эта история, когда он в очередной раз подлавливает Саула в таком неудобном месте, имеет возможность его убить и не убивает. Вы помните те разговоры, которые у них были с Саулом, когда Саул говорит, кто это? Ты сын мой, Давид? Он говорит, я, царь мой. И он поступает очень уважительно к Саулу, хотя по всем, в общем-то, ну, как бы так вот, по нашим даже меркам, ну, стоило бы, наверное, его потихоньку, тем более, Господь сказал, что Давид будет царем. И мы помним, что когда даже Саул умер, и вестник пришел и говорит, я убил твоего врага, и там тра-та-та. Мы помним, что Давид, он сильно печалился, он говорит, за что ты убил помазанника? И он умертвляет этого человека, который, ну, говорит о том, что Саула он убил. Помните, да? То есть, до самой смерти и после смерти, оказывая честь детям Саула, наследникам Саула, Давид ведет себя как? Почтительно. Почтительно. И в этом была праведность Давида. Друзья, услышьте, то есть, были определенные отношения между царем и между слугой. То есть, были, ну, понимаете, да? Почтение. Вот царь, вот слуга. И Давид, он придерживается этих взаимоотношений до самого конца. И даже дальше. Он заявляется примером. Смотрите, я вам объясню, что, ну, к чему это все. Несмотря на то, что он нарушает большинство из десяти заповедей, он тем не менее придерживается правильных, праведных взаимоотношений, которые приняты вот в определенном обществе, в определенной среде. Он становится верным. Например, мы можем также помнить такую историю. Смотрите, история Иуды и Фомари. Бытие, 38 глава, 26 стих. Там вот, вот об этом идет речь. Что была за ситуация? Умирает у Фомари муж, брат Иуды. И он должен был взять Фомари и восстановить наследника. То есть, она должна была родить от него сына для того, чтобы ее род продолжался. Иуда не делает этого. И она, мы помним, там такой тайный план, когда она все же зачинает от Иуды. Когда Иуда узнает о том, что Фомарь беременна, вы помните его реакцию, да? Он вообще такой мужик, я просто восхищаюсь с ним. Он говорит, что? Да где она? Приведите ее сюда, мы ее сожгем. На секундочку, да? Она говорит, кстати, я не против прийти, только передайте, что папа-ребенка это вот человек, чьи вот эти вещи. Иуда сразу же меняется в лице. Помните, да? Аллилуйя, действительно, для Фомарь было полностью Аллилуйя тогда. И написано 38 глава, 26 стих. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее Шелле, сыну моему, и не познавал ее более. То есть, он говорит, она находится в более правильном положении. Понимаете, да? Правильное положение. Итак, таким образом, друзья, когда мы смотрим в Писание, мы можем увидеть, что праведность представляется как нечто, что можно назвать сохранением верности тем нормам, которые приняты для выражения правильных отношений. Может быть, это сложная фраза, но мы сейчас ее объясним и расширим. Смотрите, праведность это верность определенным нормам, которые приняты в обществе для поддержания правильных взаимоотношений, сохранения этих взаимоотношений. Иными словами, если мы возьмем понятие праведности и оторвем его от Библии, можно это сделать, кстати, как вы думаете? Нет? Будем голосовать? Нельзя оторвать праведность от Библии. А давайте подумаем. Вот есть неверующий муж, правда? Есть такие мужья вообще, к сожалению, пока что. и есть у него супруга. И так складываются обстоятельства, что какая-то другая женщина, она пытается соблазнить этого мужчину. А он остается верный этим отношениям. Поступает ли он праведно относительно своей жены? Так есть праведность вне Библии? Есть, правда? То есть этот человек, он остается верен определенным взаимоотношениям. Он становится правильным состоянием. Хорошо, смотрите, есть солдат, который с оружием защищает свою родину, он патриот своей родины. И он попадает в плен, но ничего никому не говорит и остается верен. Можно ли сказать, что он остается праведен относительно своей родины? Правда? То есть он сохранил взаимоотношения, он поступает правильно, он сделал так, что закон не имеет к нему никаких претензий. Обычный закон государственный, он не может назвать его преступником, предателем или кем-то таким вот непонятным. Он честно поступил. То есть праведность это верность определенному роду взаимоотношениям. Когда мы говорим о праведности вешуа, мы также имеем то же самое в виду, друзья. Есть его заповеди, есть его законы, они говорят наказание за грех смерть, но благодаря Ишуа, благодаря его праведности мы праведны, мы остаемся верными, мы теперь имеем возможность иметь взаимоотношения. Итак, правильная праведность, праведность, друзья, просто запомните для себя, это правильное отношение относительно высшего авторитета. Есть некто высший, некто над нами, и мы имеем правильное положение к нему. Даже если, ну, если оторвать от Библии, мы говорим, да, это может быть кто-то даже, ну, другое, какая-то закон, организация, или, ну, неважно, мы правильно поступаем относительно кого-то. Итак, что мы имеем в виду, когда мы говорим, Боже, ты праведный? Мы молимся часто так, правда? Бог, ты праведен! А что мы вообще подразумеваем? А? Творец правды верен своим законам, кто как еще думает? Не меняется. Так? Что-то вы притихли, не бойтесь говорить. Окей, вы правильно сказали. Когда мы говорим о Боге как о праведном, мы говорим о том, что он остается верен тем законам, которые он же и установил. Он последовательный, он не меняется из сегодня так, завтра так, он говорит, вот это грех, мы говорим, хорошо, мы не будем это делать, через неделю мы так делаем, он говорит, а что же вы так поступаете? Так ты же сказал нам не делать, а я уже передумал, теперь вот, вот все, правила меняются. не делает он так, он стабилен в своем слове, он праведен, в этом его сущность, когда он творит суд, его суд не отклоняется направо или налево, он придерживается регламента, он придерживается своего слова, он придерживается своего решения, которое он принял ранее. Итак, поэтому, друзья, когда мы приходим к нему, мы понимаем, что всегда Богу есть, что нам сказать, правда? Но жертва Ишуа, Мессии, настолько сильна, что она удовлетворяет претензии этого Верховного Судьи. Представляете, насколько сильно? Вот просто представьте, есть судья, который не подкупен, нельзя договориться, денег дать или еще что-то, и он остается довольный. Он говорит, вообще не вопрос, все нормально. Не правда? Правда. Мы можем идти? Можете идти. Только из-за того, что Ишуа позволил нам воспользоваться его именем, его действием, принять эту свободу. Итак, мы, те, кто приняли Ишуа как своего спасителя, являемся праведными перед Богом и полностью освобождаемся от суда и наказания. Но, мне нравится это слово, но, оно после него сразу же замирает сердце. Вы свободны, но. Теперь время поговорить о святости. и вы знаете, что традиционно в христианстве, классическом христианстве принято, что делать со святыми людьми? А? Канонизировать. Есть такое прекрасное слово. То есть, принято делать из них определенных святых героев. Совершенно верно. Ну, я не против героев, дай Бог, много нам святых, правда? Таких, ну, если не вдаваться крайности. И традиционно, вы знаете, разные конфессии немножко по-своему определяют того, вот критерии того, кто же может быть святым. Реально. Как вы считаете, вы могли бы быть святым человеком? Да, сказала Ира. Молодец, молодец, самооценка и все хорошо. Правильно. Окей, а вы можете быть святыми? Как вы кто? Да? Что? Не слышу ничего. А, все как Ира. Хорошо, а может быть кто-то не как Ира? Мы есть святыми, мы не можем. Мне нравится этот подход. Мы не можем быть святыми, мы просто есть. Да? Я бы хотел быть принцессой, но, увы, я королева, да? Типа примерно, примерно так. Это интересно. Итак, давайте будем разбираться. Кого же можно было канонизировать или кого можно канонизировать сейчас? Примерно есть три группы людей, чтобы вы знали себе. В первую очередь это мученики, никто не сомневается, что если человек прошел какие-то испытания до смерти во имя Иисуса Христа, во имя Ишоа Мессии, ну, это было серьезно, знаете, пытали его, пытали, но он им ничего не сказал, не отрекся и так далее, и так далее, то такой человек, он может претендовать на статус святого, канонизировать его, такого могут. Конечно же, после смерти, потому что, скорее всего, мученичество заканчивается плохо, да, в этой жизни. Следующая категория это исповедники, то есть, те, кто умер спустя некоторое время после перенесенных страданий, то есть, люди, которые прошли какой-то путь, но остались живы, то есть, что-то в их жизни произошло, и в первые века таких людей было много, когда христианство подвергалось таким жестким гонениям, и те, которые сидели в тюрьмах римских, потом выходили каким-то чудом на волю, так скажем, они становились просто беспрекословными авторитетами в своей, в тех общинах, в которых они находились. Даже я помню, в советское время в некоторых церквях и до сих пор есть такое состояние, если человек сидел за веру в тюрьме, то обычно считалось, что он обладает какими-то особыми, я не знаю, особой благодатью какой-то такой, то есть его слово, оно более весомо, оно правильно, такого человека обязательно надо послушаться, это сразу же дает ему определенную фору, знаете, такую, в решении духовных вопросов. И также третья категория это подвижники благочестия, то есть люди, которые своей жизнью, своими делами, они всячески показывали, что Бог, он сверхъестественно присутствует в их жизни, то есть были чудеса, которые можно было подтвердить и так далее и тому подобное. Вот примерно вот такие три категории являются, скажем так, кандидатами в рассмотрение для канонизации. Ну, я немножко обобщаю, потому что еще раз, в каждом направлении по-разному к этому подходят. Итак, давайте попробуем все же посмотреть, что о святости говорится в Писании. Очень интересно, что понятие святости в Писании подразумевает два состояния. Вы знали об этом? Кто-то знал об этом? Нет? Какие могут быть эти состояния? Давайте попробуем с вами разобраться. Мы разобрали, что мы праведные люди, но надо разобраться, святые ли мы. Что такое быть святым? Когда мы смотрим в Писание, мы видим, что первое понимание это отделение для каких-то конкретных целей. Например, все мы знаем, что в Иерусалиме был построен кто? Крам. Правда? Крам был очень уникальным местом. Не мог туда зайти какой человек, какой хотел. Всякий, кто хотел. не мог туда зайти. То есть он был построен для определенных людей и они тоже, заходя в этот храм, не могли вести себя как они хотели. Потому что место это называлось святым местом. Правда? И более того, храм был разделен на определенные отделы. То есть был внешний двор, было святое, а было святое святых. и все это определялось тем, насколько близко человек может приблизиться к месту, где было выраженное присутствие Господа. То есть во внешнем дворе могли находиться разные люди, да? В святое могли входить только определенные люди, но в святое святых мог входить только лишь первосвященник. До этого он должен был приготовить себя, он должен был соблюдать заповеди, он должен осветиться, то есть он должен был очиститься от всего того, что неправильно. Итак, друзья, святость, первое понимание вообще, понятие святости, это принадлежность чему-то, отделение для каких-то целей, отделение для какой-то работы, для какого-то предназначения. Мы сегодня немножко с вами говорили о колене Левия. То есть Бог взял одно колено из двенадцати и говорит, я хочу его отделить. Оно будет особым коленом, оно будет моим коленом. Они будут заниматься особой работой, делать особые дела и у меня особые требования к ним. Они не могут вести себя как попало, не могут жениться на ком попало, то есть есть целый ряд ограничений, которые подразумевают, которые подразумеваются при таком подходе к святости. Когда мы говорим о Новом Завете, мы можем прочитать 1 Петра 2 главу 9-10 стих. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, то есть вот мы с вами род избранный, то есть нас Господь отделил для себя. Люди взятые в удел. Еще раз, помните вот этот образ царства? Если удел это какой-то участок, можно сказать, это какая-то территория, если хотите назовем это. Мы люди, которые взяты из внешнего мира и введены в внутренний мир, в удел. У нас есть место нашего обитания. Итак, зачем это произошло? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть целью всего этого действия является возвещение совершенства того, кто нас позвал. Поэтому мы, собственно, с вами и прославляем Бога. Мы поем песни, например. Мы прославляем то, кем Он является, потому что Он нас позвал в свое царство. Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Итак, друзья, освященный человек – это человек, который отделен для его целей, для Бога. И происходит это отделение когда? Совершенно верно, во время покаяния, во время нашего рождения свыше. То есть, смотрите, как мы с вами говорили, мы приходим на суд, нас ждет помилование, прощение, и Бог говорит, я не просто юридически к тебе ничего не имею, но я отделяю тебя. Заходи ко мне на мою территорию, в мое царство, и ты мой, ты свят. Уловили, да? И здесь также речь идет о положении, здесь также речь идет о принадлежности, принадлежности. Мы только покаялись, мы стали совершенными в тот момент, конечно нет, правда? Многие старые привычки, они еще по-прежнему старые привычки, и нам нужно работать над ними, нам нужно избавляться от них, нам нужно расти в том, чтобы была победа, но тем не менее, мы уже являемся овцами его стада. Он принял нас в свое стадо, он поместил нас в свое тело, он сделал нас близкими друг для друга. И когда Павел пишет Коринфянам, например, он обращается к ним и говорит, вы святые люди, святым, много посланий, которые вы посмотрите, написано святым в таком-то городе, святым в таком-то месте, они что, совершенны? Вы знаете, когда читаешь дальше это послание, понимаешь, что они очень сильно несовершенные люди. Правда? Но при этом они святые люди. В том значении, что они отделены для Божьих целей. И мы знаем, что священники, мы знаем, что левиты, они также не были совершенными людьми, но они были святыми. Они были теми, кто был отделен для его целей. Итак, это значение святости не предполагает также этическое совершенство. Оно говорит о принадлежности. Мы принадлежим, мы освящены, мы святы для него. Но существует также, друзья, второе значение понятия святости в Библии. И оно связано как раз с нравственной чистотой и связано о заповедях. И тут также интересно, что можно говорить об определенной степени святости. Вы знаете, есть множество верующих людей, которые стремятся всячески вот просто искоренить грех в своей жизни. И это очень правильно, очень хорошее такое стремление. Но вы знаете, сколько я живу и сколько я, не знаю, читал, слышал, я не видел совершенных людей. Как бы человек не проживал свою жизнь, все равно есть нечто, что вот еще по-прежнему нуждается в исправлении от Бога. Вы переживали такое, что вот когда ты был неверующим, вообще не знал Бога, ты был хорошим человеком. А когда ты пришел в общину, покаялся, оказалось, что ты очень даже нехороший человек, и ты думаешь, где это взялось? Я вам хочу сказать, вы начали сравнивать свою жизнь с Господом, с Писанием, и вы увидели, что на самом деле вся ваша святость, вся ваша праведность, она не была на самом деле чистой. Все относительно, все относительно. Вы можете, были в магазинах же, да, покупали когда-нибудь, например, для себя белую рубашку. Вы знаете, что белый цвет имеет много оттенков? Все относительно. Иногда смотришь ряд белых рубашек, вроде бы, оказывается, там, 50 цветов этого белого цвета. То есть, на самом деле, белизна имеет степень. Правда? Точно так же, как и черный цвет имеет огромное количество оттенков. А профессиональная швея может отличить сколько цветов черного? Сколько? До 60 оттенков черного. И вы знаете, что это правда. Черный чернее, 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 я не знаю, как вообще это можно называть, черный в 10-й степени, в 20-й степени и так далее. Итак, когда мы говорим о чистоте, когда мы говорим о святости, мы тоже понимаем, что не все так просто. И вот здесь у нас начинается определенная проблема. Почему? Мы смотрим на свою жизнь и говорим, я грешу, мой белый не совсем белый, что мне делать? Наверное, я после смерти могу попасть в ад. Вы переживали такой страх? Да? И вы сделали какое-то действие, какой-то поступок, и вы уже 30 раз покаялись, но все равно внутри себя вы понимаете, что вы не белым, ваши одежды не белы. Я знаю, что есть ряд верующих людей, или, скажем так, верующих общин, которые активно развивают эту тему. Я помню такие истории пророчества и такие видения, когда говорится о том, что я вот рос просто в такой церкви с самого детства, и там были такие истории примерно, типа, и вот умер один пастырь, так история обычно начинается, или один брат, но обычно пастырь. Всю жизнь он жил прекрасной жизнью. Семья верующая, внуки, правнуки верующие, на коленях стоял восемь часов в день, пастился сорок дней, сорока и так далее. Ну, это просто, и он умер, но перед смертью он поругался со своей женой, и вот попадает он куда-то, идет на небо, и все вроде бы хорошо, но за ним тянется какая-то веревочка, тоненькая, я не утрирую, я рассказываю историю, серьезно. И он приходит к вратам, где вот вечность, небо, царство Божие, и он не может войти, потому что нечто тянется за ним из земли, и он в слезах падает и вынужден уйти в ад. Это смех или плач? Обычно люди плачут в конце. Я когда слышал, я в ужасе был. Хотелось плакать, хотелось вообще, знаете, что хотелось? Уйти из церкви и сказать, а зачем мне это все нужно? если он не смог, то зачем мне вообще вот это все? Я не смогу, я не достигну, я не буду совершенным никогда. Вы бы знали мою жизнь, что я там думаю в 16 лет, глядя по улице на всех людей, особенно девушек, как я могу спастись вообще? Нет надежды. А все почему так, друзья? Совершенно верно. Вы мне сегодня хорошо помогаете. Мышление, друзья, мышление. А что мышление? Мышление говорит, ты недостоин. Да, я согласен, что я недостоин, но вопрос в том, что мы говорим о святости и о праведности. А помните, что такое праведность? Это юридический термин. То есть, по праведности мы в Царстве Божьем. По святости в одном понимании по Писанию мы принадлежим Ему, в другом мы растем. И Бог это прекрасно понимает. Смотрите. Титу, 2 глава, 11, 14 стих. Тит, 2 глава, 11, 14. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Ефесянам, 5 глава, 25-26 стих, давайте посмотрим. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова». Смотрите, очень интересный момент. Освещение, о котором мы с вами говорим, является Божьей работой внутри нашего сердца. Еще раз, освещение это Божья работа, Божье действие внутри нашего сердца. Он хочет нас что сделать? Осветить. Он хочет нас очистить. Он хочет нас преобразить вымыть нас. То есть это действие, которое продолжается. Он заинтересован. Именно поэтому, когда вы согрешаете, Дух Святой не дает вам покоя. Он обличает вас, он муляет вас, он напоминает вам, он делает какое-то действие в вашем сердце. Именно поэтому, друзья, когда вы в такой торбе, в таких проблемах, что вы не знаете даже, как за себя помолиться, Святой Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, направляя молитвы ходатайства за нас перед Господом, давая помощь нам в тяжелые времена. Именно поэтому Бог посылает своих ангелов, когда нам плохо, которые выходят нам навстречу и дают нам избавление, помогают нам, поддерживают. Именно поэтому в нашей жизни происходят чудеса. Он являет свои силы. То есть Бог трудится активно в нашей жизни и освящение оно будет завершено только тогда, когда мы войдем в это царство после нашей физической смерти. Друзья, полное преображение наступит именно тогда, когда полностью наш дух, наша душа и наше тело преобразится. Какими бы мы не были с вами, наши тела стареют, правда? И никакие крема здесь не помогут, никакие подтяжки и никакой спортзал нам не поможет. Рано или поздно мы придем к моменту физической смерти, но там за пределами этой физической смерти произойдет окончательное обновление, когда нам будет дано новое тело. Правда? Бог преображает наши жизни. Итак, все это его работа. Он проходит с нами через эти периоды падения, позора, осознавая, что для нас это борьба и это нелегкий путь. И вы знаете, что тут как раз было бы хорошо сказать «Аминь», работай больше, правда? Ну, отчего, если это его ответственность, пускай работает активней. Может, пробуждение наступит в моей жизни, или в той жизни, другой жизни. Но на самом деле сложность заключается в том, что в этом освящении участвуют двое. Участвует Господь и участвует человек. У нас по-прежнему с вами есть сила воли, у нас есть возможность выбирать. Мы можем отказаться от этого освящения, мы можем разорвать свой паспорт и сказать «Я не хочу в это Царство Божие». Не хочу. И это очень страшно видеть таких людей, вы знаете. Очень страшно. Люди, которые отказались от Мессии ради какой-то ерунды, ради каких-то непонятных вещей, они сделали это осознанно. Буквально несколько дней назад мы встретили нашу одну знакомую, она когда-то была рожденной свыше, верующей, семья целая была, посвященная, ходили в мессианскую общину. Они отказались от Христа ради иудаизма. Они вернулись и считаем, что это правильно. И вы знаете, когда мы разговаривали с ней, ты понимаешь, что человек осознанно выбрал. Все прекрасно понимая, я говорю, скажи, пожалуйста, а что с Духом Святым? Ты молишься на языках еще? Она говорит, ты шутишь? Конечно нет. Я понимаю, ужас. Просто ужас. Человек осознанно отказался от гражданства в Царстве Небесном, от Божьей праведности. Я говорю, отлично. Вроде бы ты все правильно говоришь. А что насчет искупительной жертвы? Что насчет покрытия грехов? Ты находишься в активном иудаизме. Как ты решаешь вопрос греха? Она говорит, да, это так интересно было, выдохнула, говорит, в этом есть проблема. Мы не можем покрыть наши грехи. И тут же она включает программу, знаете, такого активного иудаизма, говорит, но мы молиться можем. И наши молитвы, они способны быть замещением. Понимаете, да? И ты понимаешь, потерялся человек. Потерялся человек. Разрушено сердце, разрушена судьба, разрушено будущее. Потому что он принял такое решение осознанно, через размышления, понимаете, не было такого, что просто где-то подловили и все. Итак, когда мы говорим об освящении, это работа двоих или четверых, если хотите, Бога Отца и Шоа и Святого Духа внутри нас, но и наша ответственность. Мы вместе проходим этот путь. Целью этого преображения знаете, что является? Стать похожим на Христа. Стать такими, как Он. У каждого из нас есть разное количество времени, правда? Ведь согласитесь, кто-то покаялся, когда ему было, например, 15 лет, а кто-то, когда ему было 85. за всю жизнь с 15 до, например, 80, можно много же изменить, правда, в своей жизни? А если человек покаялся, 85, а в 86 умер, ну, что можно сказать? Ну, не повезло, не смог осветиться. Нет, мы понимаем, что Бог проходит с человеком этот путь. Что можно, вот, что можно было изменить, что человек выдержал, что, как он понимал, это произошло. Но, тем не менее, право на вхождение в царство мы получили благодаря праведности Ишуа, а не благодаря идеальному освящению. Я говорил когда-то раньше, что не существует какого-то такого святометра, такого аппарата, который бы измерял святость. Вот, например, ты пришел на собрание, приложил руку и там зеленая кнопочка освещен. Окей, заходи. Ну, особенно перед причастием мы пытаемся, знаете, так хаотично просто пересматривать свою жизнь, всех прощаем быстренько там то-се-тунь и типа оп, все. Режим святости активирован. Идешь в сослужение, тынц, пока обговорил всех, кого встретил, защита снята, да? Суперкостюм отключен до среды. Потом дзынь. Это какая-то глупость, правда? Мы люди, мы дети Божьи, мы Его творение. Он понимает наши нужды, Он понимает наши сердца, Он понимает, что мы с вами проходим. Итак, давайте сделаем несколько итогов, немножко подытожим. Праведность это позиция, которую занимает человек после примирения с Богом, когда он юридически оправдан перед Ним на основании жертвы Ишуа, когда Бог не имеет к какому человеку никаких претензий с точки зрения закона. Он, будучи Всевышним судьей, не имеет претензий к такому человеку. Святость. В первом понимании это отделение для Бога. Мы становимся святыми людьми в момент нашего рождения свыше. Он отделяет нас для себя. Он говорит, вы овцы моего стада, вы мои, мои дети, я ваш отец с этого момента, вы часть моей семьи, вы часть моего тела, вы часть тела Христа, часть церкви, часть его общины, вы мои, мое имя, моя печать стоит на вашем сердце, на вашем, на вашей жизни. Во втором значении святость это процесс духовного совершенствования, который длится всю нашу жизнь. Вы помните Откровение 22 глава 11 стих. Святой доосвещается еще. Праведный дотворит правду, то есть праведный человек донаходится в правильном положении, опираясь на жертву ишуа. Святой доосвещается еще. И там дальше написано, или там с начала этого стиха, что неправедный пускай творит неправду еще. То есть это свойство, но он творит эту неправду и будет творить, но Святой доосвещается, приготавливает себя, ибо жених грядет. Постарайтесь одеть самое чистое платье, которое вы можете найти в своей жизни. Самое чистое. И вы знаете, что я помню, когда-то я сидел в парке в Харькове, и там такой есть красивый парк, и туда приходят все такие молодые пары, невесты с женихами фотографироваться. Мы сидели несколько часов на лавке, и я помню, что, может быть, 30 этих невест прошло мимо нас. Очень много, как раз такой день был. У каждого из них было свое платье. Абсолютно другое. И каждое это платье имело свой оттенок белизны, но все они были невестами. Понимаете, да? Каждая из них имела своего жениха. нам нужно освещать свои одежды. Это наша ответственность. Это наш выбор, это наше решение. И он держит нас и говорит, я буду помогать, я хочу тебя осветить, омыть, очистить, баню водную, через слово, чтобы ты была моя. Да, я Бог. Ты человек, творение. Ты никогда не станешь Богом. Ты никогда не достигнешь вот той совершенной святости, совершенной чистоты. Но я хочу, чтобы ты приближалась к этому, моя невеста. Я хочу, чтобы ты ближе была ко мне, соответствовала мне, хотя я понимаю, что ты творение, а я Господь. Между нами, друзья, всегда будет разница. Он Бог. Есть очень сильные образы в Писании, которые раскрывают его нам. Мы недавно говорили о том, что есть такой образ, как Отец. Отец. Правда, сильно? Но вы знаете, что и этот образ, он может ограничивать Бога, наше представление, потому что он больше, чем Отец. У каждого из нас свое представление, каким должен быть Отец. Правда? Для кого-то хороший Отец это лишь бы не бил в голову. Это уже хороший Отец. Но это же не делает такого человека хорошим отцом на самом деле. Правда? Бог над всем этим. Над всем. Он действительно очень велик. Очень велик. Это было бы странным, знаете, ожидать от самого себя, что мы станем такими же великими, как он. он действительно могущественен. Поэтому он работает с нами, он говорит, я хочу тебя подтянуть максимально к себе. Я принимаю тебя в свое общение не потому, что ты хорош, не потому, что ты читаешь пять часов Библию и на коленях на горохе молишься. Абсолютно не из-за этого. Я опускаюсь к тебе. Я опускаюсь к тебе. Я подтягиваю тебя. старайся, делай, преображайся, приходи ко мне, будем работать вместе. Итак, святой да освящается еще. И цель всего этого действия стать как он, стать подобным ему. Друзья, когда это произойдет? Вечности. 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 здесь, на земле, мы можем возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы чудный свой свет. Те люди, которые приняли его как своего спасителя, имеют право находиться в его царстве. Не по своим делам, но по его благодати и милости. поэтому называйте себя спасенными. Но преображайте свою жизнь. Бодрствуйте, потому что дьявол, он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он хочет вырвать вас из этих отношений. Он хочет поставить вас в неправильные отношения с Господом, чтобы вы нарушили ему верность, чтобы вы перестали называться праведными людьми. А вы старайтесь. Принимайте правильные решения вопреки всему, вопреки тому, что, к чему он вас побуждает. Итак, как мы можем применить это все, друзья? Прежде всего, мы должны укрепить свою веру, расправить пречи, поднять свой подбородок и сказать, я благословен Господом, я принятый, я его дочка, я его сын, он принял. Перестаньте унижать себя. Перестаньте унижать себя. Вы несовершенная дочка, но вы его дочка. Если или сын, если вы согрешаете, знаете, что, когда наши дети огорчают нас, мы можем их дисциплинировать, но мы их не выгоняем на улицу и говорим, все, с этого момента уйди, ты не наш сын. Мы работаем с ними, как с малыми детьми, и Бог работает с нами, как с малыми детьми, поэтому поверьте, независимо от вашего духовного возраста, хоть вы были, как все святые вместе взятые, всей этой вашей святости недостаточно для того, чтобы быть как он, потому что он выше. Понимаете, да? Он изначально в другом состоянии, в другом положении, он изначально другой, и мы спасаемся не нашими делами, мы нашими делами показываем то, что мы принадлежим ему. Показываем то, что мы из его семьи, из его тела, из его народа, поэтому укрепите свою веру и откидывайте всякие обвинения врага в вашу жизнь, только не откидывайте обличение Духа Святого. Если он вас побуждает что-то делать, побуждает смириться, побуждает покаяться, лучше это сделать, для вас же лучше. не делайте ему одолжение, он не нуждается в ваших одолжениях, он не нуждается в ваших молитвах, так, как будто он имеет в чем-то нужду, он самодостаточен, вы не сделайте его богатой той десятиной, которую вы принесете, не сделайте, это невозможно, друзья, вы не купите его деньгами, вы не купите его молитвами, каким-то подвижничеством, или какими-то супер-жертвами, не купите, невозможно управлять Богом, он управляет этим миром, поэтому откидывайте обвинения врага, назовите себя праведным, назовите себя святым, осознавая эти вещи, друзья, мы способны искать утешение в нем, потому что он понимает, кто мы, где мы, и что мы делаем в своей жизни, мы способны искать утешение, и он способен утешить нас, утешайтесь, утешайтесь, говорите с ним о ваших поражениях, говорите о ваших проблемах, о ваших зависимостях, о всем том, что есть в вашей жизни, говорите, но бодрствуйте и не расслабляйтесь, не перекладывайте на него все, он и так сделал очень много, не перекладывайте, берите на себя ответственность, и так, сегодня я хотел бы помолиться за тех людей, которые уже долгое время живут под осуждением, с чувством вины, за тех людей, которые настолько враг, я не знаю, узурпировал, что ли, что вы не можете поднять глаза в небо, считая себя абсолютно недостойными, кто не может, какой язык не поворачивается, назвать себя сыном или дочкой Божьей, просто, просто вот, друзья, это время свободы, время высвободиться для Господа, поэтому я приглашаю вас подняться сейчас на ноги, и если вы нуждаетесь в такой молитве, приходите сюда, мы помолимся за вас, назовите себя праведными, это не будет лукавство, вы праведны, поскольку Ишуа вас сделал такими, вы святы, потому что Он отделил вас для себя, вы освящаетесь и проходите этот путь вместе с Ним, и нет ничего стыдного в том, что вы несовершенны, я вас прошу, позвольте себе быть свободными, выходите, друзья, Святой Господь, мы осознаем Твое величие, и мы осознаем Твою святость, мы осознаем Твою недосягаемость для нас, Ты за нашими делами, Ты за нашими жертвами, Ты за нашими даяниями, намного дальше за Господь, как бы мы не старались, мы никогда не станем богами, мы никогда не сможем быть творцами, мы всегда будем Твоими творениями, которые горячо любимы Тобою, которых Ты принимаешь, для которых Ты жертвуешь и которым Ты служишь, мы овцы Твоего стада и мы принимаем Тебя как нашего пастуха, как нашего отца, как нашего защитника, мы принимаем Твою праведность через Ишуа Мессию, как факт, как действие законченное, как то, что уже произошло, мы принимаем Твою святость Господь с благодарностью, как отделение для себя, отделение для того, чтобы быть Твоим народом, Твоим стадом, и мы нуждаемся в Твоей помощи, в этом жизненном пути, освящай нас Господь, не прекращай эту работу, Дух Святой, мы просим о том, чтобы Ты назидал нас, увещевал, чтобы Ты ободрял нас, чтобы Ты ограничивал нас там, где мы не можем сами себя еще Боже ограничить, но помоги нам смотреть на нашу жизнь с позитивом, смотреть на нашу жизнь, как на возможность Божия прославить Тебя, отразить Тебя в наших поступках, в наших семьях, в наших делах, в наших домах, Господь, через наши слова, через наше служение, Господь, научи нас, научи нас, мы благодарны Тебе, что Ты служишь каждому из нас, мы благодарны Тебе, Боже, что Ты служишь каждому из нас, здесь и сегодня, я прошу о том, чтобы Ты укрепил те, кто, Боже, находится в каком-то периоде поражения, я прошу о том, чтобы Ты укрепил веру, чтобы руки были подняты, колени выпрямлены, Боже, чтобы укрепился каждый верующий, я молюсь о том, чтобы Ты сделал нас сильными и сделал нас мудрыми, проходить эти долины испытаний, Господь, сложности, чтобы Ты сделал нас свободными от всяких обвинений врага, Господь, от всякого уничижения врага, Боже, мы принимаем Твою благодать, которая дана просто так по Твоей любви, не через наши заслуги, не через наши достижения, Ты даровал нам Свою благодать, и мы принимаем ее во имя Иешуа Мессии, во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Слава Тебе, Божия! Слава Тебе, Божия! Слава Тебе, Божия! Превозносим Тебя! Превозносим Тебя! Субтитры создавал DimaTorzok